Вес и инсулинорезистентность. Генов в огромном количестве, больше 88 мм мутаций, те, которые уважаемы, так скажем, сообществом. На самом деле, гораздо больше, собирать панели можно огромное количество времени точно так же. Но самый яркий и самый важный, наверное, ген, который имеет место быть, это ген ППАР и их производные гены. На самом деле, это ген, который участвует в огромных количествах биологических процессов. Но его очень часто связывают с возможностью выйти в кетос, его очень часто проверяют, когда пытаются назначить кето-питание, если действительно структурно пытаются назначить, а не обкак. То есть имеет смысл посмотреть этот ген, потому что это вообще возможность усваивать из жиров глюкозу, добывать оттуда, переходить на этот обмен питания. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что на самом деле ген ППАР очень многих поломан. Вы смотрите, за что он еще отвечает. Он отвечает за дифференциацию буровой жировой ткани в эпидемиальных клетках. Он отвечает за транспорт полинасыщенных жирных кислот, опять же, регулирование окисления сгибных кислот, регулирование острого воспаления, клеточного роста, проэгиперации, продукции цитокина, активность целыми разами, как фактор старения. Ответ на некоторые лекарственные препараты, в том числе эстрогенный витамин А. То есть поломан этот ген может запускать разные каскады реакций и разные каскады нарушений. И приводить как к диабету, если педемия, гипертония, раку косвенно, разных органов. Потому что у нас получается, что сам ген не позволяет нам хорошо добывать энергию из жиров. Есть такие исследования, как исследование блокадных генов. Был момент, когда, помните, в блокаду вызывало какой-то процент людей, а какой-то процент этих людей не вызывало. Вызывали, в основном, казалось бы, стойкие, может быть, даже худые в каком-то моменте. А в принципе, почему? Потому что они были носителями как раз вот этого гена. Но там он сыграл хорошую роль. То есть он сыграл роль на сохранении этого генера и постепенном использовании. А со временем он как бы отвлеклся от недостатка питательных веществ. И так получилось, что сейчас очень многие носят этот ген негативный, поломанным его носят. И получается, что далеко не все могут перейти действительно в липидный обмен и получать энергию из жиров быстро. То есть никто не говорит, что вообще не может. Но быстро это не очень быстро получается. И получается, что первый обмен, который после обмена углеводов, когда мы набираем углеводы, мы кушаем углеводы, мы кушаем углеводы, мы кушаем глюкозу, мы берем на это 2-3 часа, и через 2-3 часа она заканчивается, нам бы перейти быстро на жировой обмен. Получается, что быстро мы это сделать не можем. И дальше идем к белку. А если с белком тоже есть какая-то проблема, возвращаемся обратно к глюкозе. Вот один из каскадов, на мой взгляд, нюансов того, почему у нас может быть дебют инсулино-резистентности, дебют диабета второго типа. С первым все гораздо тоньше, потому что там есть еще сопутствующие носители стабильных определенных, действительно отвечающих за первый тип. Но вот второй тип инсулино-резистентности, вот эти непонятные скотки глюкоз, это момент того, что, на мой взгляд, не качественное усвоение жиров, раз на уровне желудочно-хищных факторов, не те жиры, которые хотелось бы есть, потому что когда мы усваиваем жиры, которые, извините, бегают, и которые уже прошли процесс окисления жирных кислот, это одна история. А когда мы кушаем жиры, которые стоят в столбе, они ничего, собственно говоря, не делали, и у них же просто чистый холестерин, это совсем другая история, совсем другой каскад усвоения. Но вот чистый холестерин, нам нужна желчь, нам нужны ферменты, нам нужна липаза, нам нужны моменты по бета-окислению жирных кислот, нам надо правильно все это усвоить. Но глюкозы, которые уже прошли вот этот окислательный путь, нам надо гораздо меньше энергии, нам надо гораздо меньше ферментов, нам надо гораздо меньше желчных кислот и так далее. Естественно, усваиваться они будут гораздо быстрее и гораздо проще, и меньше будут окисляться. То есть любое окисление – это провоспалительный каскад, и провоспалительный каскад – это весь каскад вот этих вот нюансов по активативному стрессу, по разрушению тканей, органам и тому подобное. То есть момент того, как мы можем повлиять на этот ген, можно ли его активировать? Активировать, наверное, не совсем. Скорее тут нюанс именно поддержать и кушать правильные жиры. Какие жиры? Кокосовое масло. Кокосовое масло – это средняя цепочная. Как дотация энергии, да, почему нет, если у вас слизистые хорошие и хорошо усваивают кокосовое масло. Потому что кокосовое масло, оно для слизистых все-таки холодное. А кокосовый слив, естественно, безопаснее. Я говорю о жирах, которые двигаются. То есть это... Константин, я это немножко выросла. Жиры, которые двигаются, то есть это те самые животные, которые бегают, прыгают, летают. Это, как сказать, габ-спитание. Габ-спитание, на мой взгляд, исказили и немножко обманули. Потому что, как поговорила Наташа Камбелл, она говорила о диких животных, о домашней курице, которая двигается, о желтой курице, сало, да, сало, которое не стоит в стойле, а также, да, сало, которое двигается. Это может быть утильный жир уточки, которая летала. Да, это, во-первых, курочка желтая, которая бегала. Это будет совсем другой, если усваивается, он будет иначе. И безопасно. Соответственно, холестерин, да, холестерин нам нужен именно для того, чтобы, первое, создавать вот этот вот каскад долгой энергии. То есть, когда мы хорошо усваиваем бюджет, ну, как бы, первый момент – это то, что мы складываем в рюкзачок вот эти 36 молекул АТФ, которые мы получаем в процессе обмена жиров. Так вот, желчных кислот, за счет ферментов, за счет бета-окисления жирных кислот. То есть, нам надо пройти 7 кругов АДФ, чтобы жиры усвоить и получить 36 молекул АТФ, на которых мы можем болеть, строить наши гормоны. Мы можем на этих жирах развиваться, везде себе прокладываем путь вот этот вот по энергии, достаточной энергии, да. Детки на этом могут, естественно, расти быстрее, все будет легче усваиваться и так далее. Когда это растительные жиры, ВВ растительные нам не дают энергию. Жиры растительные нам дают липидную мембрану. И второй паскад по холестерину – это действительно синтез вот этой мембраны клетки. То есть, когда мы хорошо усваиваем ВВ, мы формируем фосфолипидную мембрану, да. У нас холестерин – это кусочек фосфолипидной мембраны, это фосфатидилхолин плюс холестерол, плюс стеролы, да, другие, плюс это момент того, что у нас клетка становится более защищенной, более крепкой. И вот эти все каскады провоспалительных цитокина, каскады оксидативного стресса, каскады паразитарной, инвазии, не знаю, вирусов, бактерий и так далее, они будут протекать гораздо проще и гораздо легче, если у нас клетка будет защищена. То есть, вместо того, чтобы бегать от всей этой истории по паразитам, по вирусам, по бактериям и так далее, обратите, пожалуйста, внимание на то, как вы усваиваете жиры. Достаточно ли у вас зелочек, как антисептика? Хватает ли у вас действительно ферментов, чтобы нормально и тяжело усвоить? Это кушать, 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 кушать. Вопрос в том, как мы это усваиваем. И обратите внимание на свой стул, в конце концов, да, плавает ли, плавает ли, какого он цвета? Как часто вы вообще ходите в туалет? Все достаточно просто, да? А вопрос в том, что почему-то мы читаем инстаграм и пытаемся тут же все на себе применить, ну так попробуйте вообще сначала понять, усвоите ли это или нет. А если не усвоите, то почему? Обратите внимание на своего папу, маму, есть ли там риски сердечно-сосудистых заболеваний, есть ли нюанс того, что где-то, может быть, были инсулты, инфаркты и так далее, да? Это все каскад, во-первых, нечелирования, во-вторых, все-таки действительно момент по недоусвоению жиров. Желтый пузырь удален. Соответственно, поддержка желчь желчного вот этого каскада вам нужна всегда, постоянно, хотя бы половые курсы в год. То есть вам все равно нужно стимулировать отток желчи, и вам все равно нужно помогать этому антисептику, да? Не так, что мы его убрали и все, и забыли. Откуда-то желчь все равно должна течь дальше, чтобы сюда с вас была другая проблема. Когда мы с вами холестерин, у нас есть два момента. Мы сложили в рюкзачок тот самый каскад 36 молекул АТФ, который мы должны использовать как энергетическую субстанцию на все наши процессы, которые необходимы, на стресс в том числе. И второй момент, это значит, абсолютно всех не дан. Или это код патогенной нагрузки. Неважно, какого характера она имеет место быть. Еще раз повторюсь, это моя концепция. Я считаю, что она адекватная. Могут кто-то быть с ними абсолютно не согласен, и я буду радоваться в этих мнениях. Как можно посмотреть другие нюансы? Давайте, наверное, все-таки рассказываем немножко еще по жирам, именно по растительным жирам, потому что очень часто кто-то начинает есть больше растительных жиров, и кажется, ой, сейчас я себе там все сделаю. Но растительные жиры – это кусочек второй мембраны, так скажем. У нас вообще мембрана, она фосфолипидная. То есть там много фосфолипидов, их очень много, там больше 15. Но часть из них – это производные холестерина, а часть из них – это производные все-таки именно растительного золота, то есть омега в том числе. Или, допустим, омега-3, 6, 9. Дело в том, что из омега у нас появляется как бы внутренняя мембрана клетки. Это фосфатидилсерин – один из их производных. Что делает фосфатидилсерин? Фосфатидилсерин нам, во-первых, точно так же, как и холина, защищает мембрану клеток от всякой бяге, которая вокруг плавает. И второй момент – она помогает всасываться из общего кровотока витамином, микроэлементом, минералом, аминокислотом и так далее. То есть от качества липидной мембраны, от того, насколько хорошего он своя вытек, как омеги, неважно из каких источников, так и холестерин, будет зависеть, во-первых, голодная или клетка, действительно ли она усвоит вот эти витамины, микроэлементы, минералы, которые вы пьете, те же самые аминокислоты, и насколько она будет защищена от всей вот этой патогенной нагрузки, которая у нас есть. Ну и каскад по действительно поддержке энергии я рассказала. Ну, так скажем, по сути дела, сирен, да, и вообще нюанс по омегам. Омега нам практически не дает никакой энергии, поэтому делать упор именно на обмен, на омегу с целью того, что сейчас у меня будет много энергии, ну, не совсем правильно, потому что это не тот, у нас как каскад. Как понять, усваиваются ли жиры высоких аминокислот, является показателем того, что жиры не усваиваются. Да, является показателем того, что жиры не усваиваются. И как понять, что усваиваются жиры, начнется с элементарной программы. Сдайте, посмотрите, есть ли там мыла, есть ли там жирные кислоты, есть ли там какие-то непонятные производные жиры. Это самый простой вариант. Второй момент был создали холестерин, мы уже поняли, что он высокий, соответственно, живым и недоусваиваем. Мы можем недоусваивать холестерин как на уровне желчных сречных трактов, не хватает желчи, не хватает ферментов липазы, не хватает каких-то нюансов по неправильный отток желчи, не тогда он вываливается, когда нужно, не хватает жирных кислот. А будет каскад, когда все будет хорошо, а вот клеточка не умеет это делать. Это другой каскад генов. И тут в данном случае мы будем работать уже именно по бутокистерным жирным кислот для того, чтобы действительно вытащить из этого энергию. Лецитин нужен всем? Нет, не всем. Есть нюанс того, что лецитин не у всех далеко усваивается и не превращается до конца в, кстати, дел холин. А лецитин в данном случае будет безопаснее, чем обычные жиры, но эффект от него может не быть именно в той цели, с которой мы его пьем. Поэтому важно этот нюанс тоже учитывать. А особенно если на лецитине вдруг у вас начал повышаться холестерин, соответственно, вы его не усваиваете. Проба на наличие поломки этого полиморфизма достаточно простая. В принципе, можно себе устроить пару разгрузочных дней, если эффективность будет высокая этого дня, разгрузочного. Ну, разгрузочный такой, действительно, там и воды побольше попить, и поменьше погиб, так скажем, особенно какой-то сладкий. Спасибо. Продолжение следует...